В белый снег на землю ляжет и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, всё, что в небо увлекает и с Творцом соединяет. 2 января. День Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий Богоносец был епископом в Антиохийской церкви. Когда он был младенцем, а сам Господь Иисус Христос жил на земле, Господь позвал к себе отрока Игнатия, взяв в руки и сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И кто примит одно такое дитя во имя мое, тот меня примит». Так святой Игнатий и был назван Богоносцем. Был учеником святого Иоанна Богослова. В этот день служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы он уберег жилище от всякой напасти. Рекомендуется рано утром обойти жилище со свечой и молитвой к святому. Сегодня своему дому кланялись в поезд, чтобы защитить его от зла. Выказывали почтение каждому помещению, амбарам, постройкам для хранения утвари, содержание животных. Народи считали, что дом – это хранитель семейных традиций. Также служили молебны и обносили крестным входом иконы вокруг села для предохранения его от всякой напасти. Этот день был известен и как яблочный. Рекомендовалось стряхивать с деревьев ини снег для закладки будущего урожая и сохранения ветви. И чем больше снега получилось стряхнуть, тем больше урожай будет получен осенью. Так считалось в народе. С этого дня начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, украшали дом. Все разучивали калятки, песни, шили карнавальные костюмы, приметы. Какая погода сегодня, таким будет месяц август. Если на улице слякать и вьюга, значит холодным и дождливым. Если морозным и ясным, то жарким и солнечным. Если на деревьях сегодня ини, значит погода будет ясной. Звездное небо сегодня предвещает богатый урожай в течение всего года. Если синицы громко щебечут, жди долгие холодные дни. Так как ты трудиста, тебе надо посещать спортзал. Поэтому мы добавим, так сказать, энерготоника, это меда. Меда мы добавим примерно пару столовых ложек. Больше не добавляем. Оп-ля. И еще разок все перемешаем. А вообще много меда можно есть? Я вот очень люблю, но все время волнуюсь, что не тяжеловат ли он для организма. Мед действительно очень полезный продукт, но везде надо соблюдать меру. Я думаю, что если ты тяжело трудишься, то грамм 50, это будет то, что надо. Грамм 50. Но это примерно максимум не полстакана, а одна треть этого стакана. Но это все-таки много. Итак, перемалываем. Так, теперь мы сделали с медом, чтобы вкус его был лучше. Еще разок пробуем. Попробуйте. Выскажите свое мнение. Так. Что скажете? Мне кажется, да, стал еще вкуснее. А, да, уже и слова прогладывает, да? Прям коктейль настоящий. Счастливительно. Получился энергетический коктейль, который я называю целебный завтрак. Проросшая пшеница дает обилие микроэлементов, витаминов, причем живых. Которые сразу же пойдут вам в пользу. Организм укрепляется. Плюс прекрасный вкус от меда. Обилие зелени заставит работать ваш кишечник идеально. Понравился вам? Очень понравился. Этот, значит, завтрак можно использовать и утром, и вечером, когда вы пришли с работы, чтобы было легко и хорошо нашему организму. А, кстати, мне кажется, можно ли им, например, фруктовый салат заливать как соусом? Можно это заливать и фруктовый салат как соусом, и можно в наш вот этот целебный завтрак, основа, значит, это оряженка или что-то кисломолочное, обязательно проросшая пшеница. Можем больше добавить творога, можем меньше добавить творога. И дальше ждет творчество. Можем яблочко добавить, можем лимончика добавить, можем добавить апельсинчика, можем кинзы, можем укропа, можем всего, что угодно, сельдерей. И получатся очень-очень хорошие вещи. Кстати, мы потихонечку будем все это изучать и рассказывать о них. Это, твое мнение, тебе понравилось? Да, думаю, буду теперь все время так готовить. Легко, просто, быстро? Легко, просто, быстро. И вкусно. Самое главное, вкусно. А теперь это вкусно мне, вкусно тебе. А теперь давай спросим других членов твоей семьи, а понравится ли им бабушку и маму, то есть среднее поколение и старшее поколение, будут для него делать или нет? Да. Наливаем. Так, ну, подходите вот сюда. Отлично. Берите и пробуйте. Главное, фигуру не портит. О, насчет фигуры. Знаете, как ее будет сохранять? Ну-ка, попробуйте, каю. Что у нас за завтрак получился? Вот начинаешь пить, уже запах такой необыкновенный. Запах необыкновенный, такого запаха. Редко, когда бывает. Пища в основном вареная и не содержит тех... Я думаю, что тут играет роль зерно. Зерно прорушено. И очень много вкуса. Мне кажется, играет. И имбирь как раз будет укреплять наш организм вот перед вот этими осенними и зимними холодами. Я уже говорил, иммунитет и прогревать. То есть меньше будете мерзнуть. Лучше будет ум работать. Энергичнее будет. Обмен веществ. Пейте, пейте. А слюна как бегит? Скажите, как с ним напитать? Вот. Литит. Геннадий Петрович, а Вы считаете, вот этого достаточно? Завтрак? То есть выпить полстакана или полстакана? Если Вы выпьете стакан этого напитка, этого целебного, так сказать, завтрака в виде напитка, я думаю, что Вам до обеда есть не захочется. При этом организм будет собран всем необходимым. Он же еще создает объем, потому что здесь имеется клетчатка. Понимаете, вот бывает, что-то выпил или съел. Оно маленькое, как-то желудок не раздулся, и хочется есть, есть, есть. А то только хоп, сразу вот все. Наползли, на все. Да, удивительно, просто, быстро и так вкусно. Вот, можно вареница добавить. Мне кажется, достаточно. Вот сладости для меня, например, достаточно. Вот поэтому я и пробовал, чтобы сладости не переборачивать. Можно, конечно, полстакана убухать, и тогда она притомная будет. А то получается совсем иное. Хочешь, чтобы она одна выпили? Ну, смотрите, если не хочется, у нас еще стоит, у нас просто пары нету. Мы, как бы сказать, с Надей это волнуемся. Нам стакан будет. Ну, давайте, давайте, давайте. А, мы потихонечку. А, хорошо, действительно. Надюша, а то как раз делали-делали и обделили. Вот это то, что надо будет. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в отарке раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем. И подчерканье покалом, ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в отарке раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Так, и спи, дружок, сын внешний, наливай бакал с карти. Загадай свое желание и подзвонку ром-попей. Ах, веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в отарке раздает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова